Екатерина Лоринова. Хроники Ниариса. Книга третья. Тёмное солнце в её руках или восхождение линсара. Глава первая. Милорада или лесная ведьма. Империя Снартари, провинция Олидар, 850 год, седьмой эпохи, спустя тридцать лет после событий ядовитых уз и двадцать пять лет сердца терновника. Я всегда по-детски боялась, когда отец уходил в обход. Тогда ночь за решётчатыми окнами казалось темнее, вечно зелёные великаны ещё выше, а дальний волчий зов в пустом сумраке множился эхом и просачивался даже сквозь законопаченные мхом брёвна. Я, как пятнадцать лет назад, пряталась в своей комнатушке, предварительно заперев её на щеколду и подперев дверь стулом, накрывалась стёганым одеялом с головой и читала молитвы солнцу, редкому гостю в наших землях. Порой не верилось, что мы живём в солнечной империи Снартари, в самом благословенном крае Ниариса, как любят слагать бродячие сказители, которые тоже редко добираются до нашей провинции по сугробам. Что поделать? Граница. Слава солнцу мирная. Ни стычек с лунными эльфами, ни с фаргонским княжеством, даже встречи с гибридными тварями, выведенными лунными, в последнее время стали редкостью. Очень подозреваю, что все потенциальные враги попросту боятся отморозить стратегически важные части тела. Так говорит батюшка, когда плеснёт в горло самогона, и я с ним согласна. До ближайшей деревни от дома егеря, нашего дома, пять лик. Как же я завидовала деревенским, когда рядом сосед не так страшно ждать рассвета. Когда на главной площади всегда горит костёр в три человеческих роста, и его отблески видны на окраине. А здесь тьма, которую не могут разогнать холодные звёзды. Едва смеркается, ночь подползает к самому окну, приникает к нему носом, и лучше не смотреть ей в глаза. На своих скио отец будет исчерчивать снег кругами дроссвета. Примечание. Скио. Название местных лыж. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Обычно он уходит днём, но раз в декаду проверяет на действенность ярмарочные амулеты. Не могу сказать иначе. Вот зачем? Одеяло почти не греет. Слова молитвы путаются. Хорошо, что не слышат наставники из деревенской школы, куда я хожу. Едва летом сойдёт снег. Отец не раз советовал выпить отвар кошачьего ладана и спокойно заснуть. Но дело в том, что своих снов я боялась не меньше ночных тварей. С некоторых пор. С завидной регулярностью мне снилось одно и то же лицо. Высокие скульптурные скулы, чётко очерченный подбородок, светлые волосы. Не такие, как мои, чуть темнее, светоспелой пшеницы. И изумрудные глаза с какими-то нереальными золотистыми вкрапинками. Как колдовские светляки, пойдя за которыми непременно угодишь в топь. В снах незнакомец, закутанный в зимний плащ, протягивал руку. Я её принимала. А потом глаза наливались кровью, как у быка, виденного мной однажды на ярмарочных боях. Верхняя губа подёргивалась. И начиналась незнакомая магия, сродни запрещённой приворотной. Потому что я не могла отвести глаз и рассмотреть, что не так с его красными губами, с этими прекрасно отчерченными губами. После первого испуга я уже без опаски погружалась в вязкие глубины карминовых оттенков. Плыла в них, раскинув руки. И, ожидая чего-то неизведанно приятного и почему-то запретного, из дурмана традиционно возвращала резкая боль. Будто мне ни много ни мало откусили голову, а потом весь день потягивала и постреливала в шеи. Чур меня, чур! Меньше таких мыслей, мило. Больше молитв, и, глядишь, не придёт сегодня кошмар. Пойти бы и обновить солнечные знаки на стенах. Совсем стёрлись от времени. Едва угадывается круг и солнцеворот со снорторийскими рунами. Именно такими ночами казалось, что защита окончательно падёт, развеется. И все кошмары станут явью. В темноте под одеялом блеснули два янтарных глаза. «Царапка, это ты?» Несмело протянула руку к кошке и с облегчением ощутила тёплую шерсть. И в тот же миг меня будто резко окунули головой в новый сон. Сквозь мои пальцы проходит дорогой мех чужого, искусно выделанного плаща, что висит в нашем предбаннике. Контраст такой, как если бы бриллианты положили плетёная лукошка. Рядом ещё один зимний плащ с чуть иной выделкой, а под лавкой дорожный мешок. Я одёргиваю руку, ещё не застигнутая за неподобающим любопытством, но почти. Отец спускается по скрипучей лестнице. Ни один. Фух. Под рукой снова свернулась царапка, тихонько перебралась на колени, а мне захотелось пить. Никогда ещё у меня не было снов наяву. Рассказать бы отцу, да боязно. Ещё посчитает, что меня нужно лечить молитвами и отправит к жрицам в монастырь. Постойте-ка. Отцу нельзя, но есть тот, кому можно. Не выспавшаяся, разбитая, как старая колода для рубки дров, я поднялась с первыми рассветными лучами. Сказывалась привычка. Хоть живность у нас не водилась, дичь мы с отцом добывали на охоте. За домом находилась теплица из гномьего небьющегося стекла, и за ней требовался уход. Но сейчас я пошла за урожаем. Отметив с десяток мелких следов на свежем снегу, зашла внутрь и устремилась к жухлому кустику в самом дальнем углу. С трудом отыскала плоды, завернула в платок. Старая лейра должна принять подношение. Это только выглядят ягоды непрезентабельно и на вкус горчат. Но из них получается отличное лекарство от кашля и хандры. Батюшка пропажи не заметит. Теплица исключительно в моем ведении. Главное успеть вернуться до его прибытия. Лейра жила, как и мы, отшельницей. В канун зимнего праздника проводов солнца вся деревня бегала к ней гадать, и я вместе со всеми. Почтенная женщина была смуглой. Поговаривали, в ее жилах текла кровь наших соседей и стайров, лунных эльфов. И она применяла их шаманство. Так это или нет, неизвестно, но лейра по праву считалась ведающей матерью. Или попросту ведьмой. Даже если ее магия не наша, какая разница? Если кто-то и мог мне подсказать советом, то только она. Я накинула овчинную шубу, проверила, что ключи крепко висят на поясе, а арбалет за спиной. Сунула носы сапог в скио и выскользнула за калитку. За пазухой лежали драгоценные ягоды. Бояться было нечего. С наступлением рассвета крупные хищники уже спали в своих логовах. А мелкие напасть не осмелятся. Хуже, что видимость была ниже среднего, и крупными хлопьями лениво шел снег. Есть вероятность, что проложенную колею заметет. Нет, не заметет, если я быстро. Как дитя леса, единожды побывав в любом его месте, я могла легко найти дорогу. Для меня не существовало одинаковых деревьев или похожих рисунков на коре. И все же путь до ведьмы занял время. Несмотря на мороз, с олба стекала дорожка пота. Наш дом — добротный сосновый сруб, двухэтажный. А жилище Лейры больше напоминало землянку. Незнающий прошел бы мимо занесенной крыши, приняв ту за сугроб. А если старухи нет дома, если она не захочет меня принять? Я приложила перчатку к деревянной двери. Откуда вдруг такая нерешительность? Но тут, как и ночью, меня накрыло видением. Закутанная, тонкая, как тростник, ведьма приветливо улыбается. Я постучала. Лейра открыла спустя минуту. В той самой шале, что показала видение. Я должна со всем этим разобраться. Склонила голову в положенном поклоне. Матушка, проходи, внучка. Я тебя ждала. В землянке не горел огонь, но было тепло и по-летнему пахло травами. Я скинула скио и вертикально прислонила к стене. Вы ждали меня? Мой дар не столь силен, как твой, но боги показали, что ты придешь. Старуха и правда говорила с каким-то незнакомым акцентом, а я к тому же не разобрала половину слов, иначе почему мне почудилось слово «дар»? Видя, что мне не по себе, Лейра взглядом указала на ковер. Присядь. И сама устроилась рядом, подобрав юбки. Или это были очень широкие штаны, не разобрать. Для начала скажи, что заставило тебя преодолеть путь до моего скромного жилища. Ой! Я достала забытые ягоды и протянула ведьме. Возьмите в знак моего к вам почтение. Я надеялась на вашу помощь. Тебе снятся сны. Лейра приняла ягоды. А в последнее время они случаются и наяву. Тебя это пугает. Вы... Вы знаете? С одной стороны, хорошо. Меньше объяснять. А с другой... Трепет перед лесной ведьмой только усилился. Не бойся. Мы обе невольные собирательницы божественной истины. Она придвинула к коленям низкую каменную чашу с широкими бортами. В ней блестела вода. По всему неарису нас много, но та, что может стать новой верховной жрицей, всего одна. Твой дар это позволит. Но счастье не принесет. Сказала, как отрубила. В то время, как я ничего не поняла. Только то, что влипло. Из школьных уроков помнила, что на данный момент при дворе верховной жрицы нет. Ее предшественница ушла на серебряные поля лет тридцать назад. А новую до сих пор не избрали. И тут я. И верховная? Я в далеком столичном храме. До самой смерти связанная обязанностями и долгом. Да это не дар, а проклятие. Ведьма, глядя на меня, понимающая улыбалась. Боги предопределяют, девочка. Но мы сами делаем решающий шаг. Не хочешь в храм, не станешь жрицей. Никому не говори о своих видениях. Так они все правда. То есть то, что я видела, непременно случится? Внутри похолодело. С большей долей вероятности. Ведьма кивнула. Но кто запретит тебе использовать свой дар, чтобы избежать беды? Все в твоих руках. И внезапно. Хочешь, погадаю? Заторможенно кивнула. А женщина уже высыпала в воду мелкие, как тыквенные семечки, гладко обтесанные деревянные ромбики с насечками. Незнакомые знаки. Стаеринские. Примечания. Стаерин — язык из таеров. Лунных эльфов. Конец примечания. После она мешала, что-то шептала, подносила черпа к губам, словно снимала пробу, и снова шептала на непонятном языке. Наконец, зачерпнула, не глядя, в прозрачной воде плавали три дощечки. Вот. Торжественно продемонстрировала она первую, будто я понимала, что означает эта руна. Два златошерстых кота. Котов я люблю, но в каком уголке света водятся коты с золотой шерстью? Мышь. Вторая дощечка. Бледные губы предсказательницы стали тоньше. И, наконец, третья. Игра. Боюсь, я ничего не понимаю. Не знаю, как она гадала деревенским девчонкам. Я тогда так и не осмелилась зайти. Но если так же, то и искать им женихов до самой старости. Скоро поймешь. Берегись златошерстых котов. Не стань для них мышью. Глава вторая Ленсар или занесенные Ну вот, братишка, мы оторвались от свиты. Гасот блеск третьего телепортационного кристалла, и в его свете торжествующе светилось лицо наследного принца империи Снартари, моего старшего брата, Фела-младшего, то есть Феликса Тринадцатого. Гордость и династии. Света Чеснаров. Солнечных эльфов. Не просто носителя императорской крови, но еще и мага. Редчайшее сочетание. Под руководством магистра столичного Ковина брат учился подчинять стихии и когда-нибудь обещал стать героем, какого не видел свет. Это я себя так утешаю, если что. Потому что мой брат самое проблемное создание на земле Неариса. И сейчас он решил сбежать прямо с охоты в честь ритгийских послов. Ваша светлость! Ваша светлость! Полыхнул еще один кристалл, и теперь торжествовал я. Нас все-таки нашли. Зря братишка недооценивал отцовскую охрану. Не тех металлических големов, что украшают церемониальные залы и ниши в переходах, а боевых магов, таких же стихийников. Ну нет, мы от них уйдем. Лицо, столь похожее на мое, напряглось, а в синих глазах наследие матери блеснул опасный огонек. Не смей! То, что он задумал, я понял слишком поздно, но с пальцев брата уже сорвались потоки, подхватывающие поземку и срывающие снежные шапки с елей. Одновременно с творением заклятия на землю упал четвертый кристалл. Мы снова перенеслись в пространстве. Сквозь стихию они нас не отследят. Фелл бульдогом вцепился в мой локоть. Ну вот, можно расслабиться. И почему я тоже не маг? Иначе бы не допустила очередного безумства своего старшего близнеца и очередной ошибки. У ладони Фелла до сих пор клубился холодный пар, то, что выглядело, как холодный пар. Братец проследил за моим взглядом и заметно занервничал, хотя и старался этого не показать. Сейчас, сейчас. Сбросить потоки. Заземление. Сбросить потоки. Но потоки только усиливались. Вокруг нас уже бушевала небольшая буря, оставляя крошечное пространство вакуума. Спросите, почему я пошел на поводу Феликса и вообще составил ему компанию? Да потому, что он мой брат. Какой-никакой, но брат. И дело не в том, что с наследным принцем не спорят. Я-то как раз был одним из немногих, кому это сходило с рук. Но бросить его на произвол судьбы. И что, что маг. Недоучка. То ли маг, то ли просто дурак. Как же это про него? Тысячу раз правы опальные министрели Лоренси и Валенси, распевающие фривольные куплеты. Сбросить заземление. Тьфу! Потоки! Дедовы портянки! Теперь братец был бел, как вызванная им метель. Успокойся. Я знал, что есть шанс все обернуть вспять. Надо только помочь ему вернуть контроль. Но, видимо, не в этот раз. Небо стремительно падало, и я в последний момент накрыл брата своим телом. Буря уничтожила все телепортационные кристаллы, но мы, по крайней мере, были живы. Снарторийская живучесть уберегла от холодной смерти в сугробе. Простой смертный уже топтал бы серебряные поля, а мы щеголяли фиолетовыми носами и отчаянно чихали. Но были живы. Красавцы! До фин империи чихнул в последний раз и снова отключился. Маг, чтоб его! Еле успел подхватить на руки. И куда теперь идти? Где мы, гхарам лесным, находимся? Не удивлюсь, если идем прямиком в их гостеприимные объятия. Если их, конечно, не засыпало. Следопытом я был неплохим. Не зря отец брал нас с фелом на охоту с пяти лет. По следам вышел на водопойную тропу, а скоро заметил и характерные рощерки с Кио. Слава солнцу! Можно будет попроситься на постой, пока брату не станет лучше, и попытаться связаться с отцом. Легче сказать, чем сделать. Следы неведомого ходока стремительно заметало. Глазные яблоки фела под прикрытыми веками вращались с пугающей скоростью, и такой же закручивалась стихия. Если не успокоиться и не найти жилища, дофинам провозгласят нашего пока еще нерожденного родственника. Ну, фел, ну я ему всыплю, как только очнется. Никакая магия не поможет. Один плюс выкрутасов братца — неплохие идеи и свежие впечатления для моего нового романа. По секрету, братик даже послужил одним из прототипов. На сходке благородных шелкоперов — это отщелкать пером, если что — его назвали образцом правдоподобности. И не потому, что я второй принц империи. Навстрече хожу под иллюзией и публиковаться планирую под псевдонимом. Просто феля. Это такой феля. Я впервые задумался, насколько большой в нем потенциал. Если сила не уймется, то какой север империи весь неарис может накрыть вечной зимой? Надежда Снартари станет ее гибелью. Пафосно, но уже не весело. Можно сказать, что последние несколько лик я шел по наитию, но нет, все проще. Переставлял ноги в том направлении, куда дует ветер. Сопротивляться его потоку стало сложнее, чем самому забористому течению рестави в хрустальных горах, а еще тащить на себе шесть футов мужской красоты соответствующей массы. Все-таки я его прибью. «Эй, ты!» Кажется, не послышалось. Давненько ко мне так не обращались, даже на анонимных сходках. «Да, ты, путник, тащи сюда раненого!» Если бы не связанная речь, я бы принял эту громадину серого меха за легендарного снежного человека. А, гхар с ним, если бы посреди этой бури предложил руку помощи сам король ночи из гном их сказок, я бы тоже не отказался. Стараясь не упустить здоровяка из виду, я ускорил шаг. А незнакомец действительно был великаном, даже по меркам немаленьких снаров. Выше меня как минимум на две головы и раза в три шире. Не удивлюсь, если это представитель доселе неведомой расы. Надеюсь, он зовет нас за собой не для того, чтобы схарчить. Если что, буду отбиваться фелом, как дубиной. Ну, не доверяю я людям, что поделать. Как-то этому не поспособствовали многочисленные покушения, подавленные в зародыши, но я о них все равно узнавал, несмотря на попытки отца все скрыть. Чувствую, после этого случая, если выживем, у нас с братом будет по такому же голему, как у матери. Когда-то отец не пожалел денег и магических ресурсов для создания универсального, неотличимого от человека, а главное, верного слуги. Все бы хорошо, только верен он в первую очередь отцу, а значит, о свободе придется забыть. Эх, сначала бы выжить. Сражаясь с потоками воздуха и чуть не впечатавшись лбом в огромный ствол олидарской сосны, вслед за незнакомцем вышел на небольшую поляну. Дом, точнее, охотничья сторожка, и дверь уже наполовину заметенная, так что не подобраться. Сменив фело на лопату, я стал помогать хозяину в расчистке крыльца. Каким наслаждением было зайти туда, где не дует, не свистит и не сносит с ног? Есть слабая надежда, что без соприкосновения с внешней средой магия Феликса уснет или ослабнет. Клади сюда! Сразу засуетился хозяин. Что стряслось? Любопытство не было праздным. Великан хотел узнать, какую помощь оказать раненому. И вот тут я подзавис. Матушка болезненно реагировала на любую самую пустячную ложь. Похоже, ее когда-то крепко обманули. Я тоже предпочитал говорить то, что думаю. Но вдруг лесник решит, что самый простой способ остановить бурю — это избавиться от ее источника. В прямом смысле. Но нет, не поднимет же он руку на Снара. Его магия вышла из-под контроля. Лерон. Ахвик. Егерь. Олидарского леса. Только давай без дворцовых церемоний, ушастый. В наших краях нет лордов, сеньоров и леронов. Все равны. Это он намекает, что остальные такого же роста и комплекции угрожают? А как ты понял? Мы же все еще были в капюшонах. Такие плащи носит только ваша порода. И ты сам сказал, что он маг. Хозяин выпростал лапищу в сторону брата. За всю жизнь я не слышал ни об одном стихийнике среди людей. Это верно, а я снова прокололся. Если вспомнить наставления гувернеров, то все истинная правда. Стихийная магия подчиняется только снаром, солнечным эльфам, а та, что изредка достается людям, слишком слаба по сравнению с ней. Нам нужно связаться с нашим домом, вспомнил главное. Не откажитесь, вороне, я хорошо вас отблагодарю. Вороне, хозяин зашелся смехом, сразу видно молодую поросль. Сколько тебе годков, у нас тут снежные совы, но в такую бурю я свою Каролину не отправлю, не обессудь. И запрокинул голову наверх, к деревянной лестнице. Мила, ступай сюда, у нас гости. Робкий топот женских сапожек, и я стал свидетелем сцены, которую однажды описывал в своем романе Великий Алиссан. Светлые кудри развиваются, развиваются тяжелый зеленый подол и рукава, пока прекрасная незнакомка бежит с лестницы, уже очарованная эльфийской притягательностью моего брата. И это точно дочь Ахвика? Вот она уже склонилась над раненым и что-то щебечет, укладывает фело поудобнее и в глазах исконно женское желание спасти. Не меня. Егерь что-то сказал дочери, та метнулась за дверь, видимо, на кухню. Если позволите, я помогу. Мне с трудом давалась роль гостя, но главное поставить брата на ноги. Не слышно, как из Тайр я проскользнул в полутемное помещение, освещенное только пышущей жаром печью. Ее то и дело перекрывал тонкий силуэт, примечание. Лунные эльфы умеют передвигаться абсолютно бесшумно. В мире Неариса две родственных расы эльфов снары солнечные и истаеры лунные. Конец примечания. В какой-то момент она почувствовала мой взгляд и обернулась. Вы уже встали? Неверяще прошлась по мне с ног до головы. Но это может быть опасно, лучше вернитесь. Тут она запнулась и побледнела. Наконец поняв, что перед ней не мой брат, а некто другой. В приемной или как она там называется у диких северян она даже меня не заметила. Зато сейчас не могла отвести глаз. Они расширились так, что из прозрачно-голубых стали почти черными, а черпак в руках мелко задрожал, расплескивая какое-то варево. И обрат счастливца, которому предназначается ваша забота. Легкий поклон. Ленсар «Милорада». Что-то подсказывало, что заикается она не с рождения, а от испуга. Да неужели я страшный, как лесной гхар? С братцем мы почти на одно лицо, но на него она смотрела, как кошка на сметану. Так на нас с фелом смотрят дочери придворных. А сейчас я даже захотел поискать зеркало. Ну, мало ли что. А она так дрожит, что у меня в ушах отдается стук ее сердца, и ток крови заглушая мой собственный. Да наваждение. По этикету коснулся губами ее запястья, и шум меня накрыл словно толщей воды, той самой соленой воды, что окружает моряка со всех сторон, но которая не способна утолить жажду. Ощутил себя пропащим выпивохой, умирающим без глотка первача. И эти ее глаза нереально прозрачные, как озерные воды на рассвете, от природы яркие губы чуть приоткрыты, с трудом отступил на шаг, уже подозревая незнакомку в коварных ведьминских чарах. Поскорей бы отсюда свалить. Она быстро прошла мимо меня, сделав небольшой крюк, и я выдохнул, привалившись спиной к бревенчатой стене. Если мы с братцем в ближайшее время не выберемся из этих краев, то я сам стану диким.